Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок стал святым или мудрецом? Знаете, и то и это мне хотелось бы, чтобы она была святым и мудрецом. Как Вы считаете, есть разница между святым и мудрецом? Вообще должна быть разница. Вы ее знаете? Вообще нет. Ну, знаете, в душе, в душе, я считаю, что должен быть человек какой-то чистый по отношению к людям старшего поколения, уважать. Вот это, я считаю, должно быть свято. Но вот святое от слова свет, да? Да, святое чистое такое, сердечное, святое, как солнце, я считаю. А как такие качества воспитать в ребенке? Ой, это, наверное, как мне внучкой 4 годика будет 5 ноября. Надо, мне кажется, с пеленок. Вот я ее воспитываю с первого дня. То есть я вот с ней занимаюсь почти. 95. Так что нужно для этого? Любовь. Любовь. И чтобы человек видел и плохое, и хорошее. Должен сравнивать. Вот если бы светлыми, то хорошо. Мне так больше нравится, как звучит. А святыми тут маленечко. Нет? Не очень нравится мне это формулировать. То есть мудрецами тоже не хотели бы. Главное, чтобы просто умные были. Да, да, умный человек, современный человек, это который... Смотрите, сколько вокруг умных. Вы все учитесь, наверное, тоже в институтах, да? Ну, закончили. Дело тогда у вас счастливыми? Сделало? Ну, в какой-то мере, конечно. Конечно, сделало. Я не могу говорить о студенческой жизни. У нас такая счастливая была, конечно. Ну, и сейчас все хорошо. Конечно. Конечно, хочу, чтобы они были мудрые, начитанные, чтобы они познавали мир лучше, чем сейчас есть. Что для этого нужно, на ваш взгляд? Я думаю, что надо телевидение изменить. Изменить все, что они негативное видят и слышат по телевизору, по СМИ. Думаю, что вряд ли. Мои дети нормальные люди. То есть мадрецы и святые – это не нормальные люди? Мне кажется, что это, да, не та перспектива, которая меня привлекает в Кате как будущее для моих детей. Почему? Ну, потому что мы будем лучше трезво смотреть на жизнь. Ну, мудрость приходит с годами, с опытом, вот. И, наверное, так и будет, вот, но постепенно. Вот. Святыми, наверное, вряд ли получится, да. Будем очень надеяться. А вам удается быть мудрой? Ну, когда? Когда-то удается, когда-то нет. Спасибо вам большое. Скажите, вы хотели бы, чтобы ваши дети стали мудрецами или святыми? Да, но это очень трудно. А что значит очень трудно? Что для этого нужно? Ну, достичь духовного совершенства. Это непросто. Да. Нужно им помогать или они сами должны? Нужно, нужно. А как? Ну, самому стать лучше. Получается? Через раз, но стараюсь. Конечно, хотел. Разница есть между мудрецом и святым? Хочу, чтобы были мудрецами. Но святых не... Нет, святые – это же люди, которые там какие-то мученики и так далее. А мудрецы – это люди просвещенные. Обязательно мученики. Ну, как-то лучше пусть будут мудрецами, чем святыми. Хорошо. Что нужно сделать для того, чтобы ваши дети стали мудрецами? Читать, развиваться, в школу ходить. Кому читать? Детям. Так. Вот. Ну, и, конечно, вас... Все, смотрите, читают, развиваются, ходят в школу. Нет. Мудрецов. Не все читают, не все развиваются. А что значит развиваться? Это значит и духовно, и физически. Самосовершенствоваться. Мудрецами – да, святыми – не знаю. А что значит стать мудрецом? Мудрецом. Понять смысл жизни. Ну, да. Хорошо. Что для этого нужно? Для этого нужно саморазвиваться. Саморазвиваться кому? Человеку. Детям? Родителям и детям, да. И, естественно, и детям самим. Вы готовы стать таким примером для них? Постараюсь. Что вы делаете сейчас тогда для того, чтобы стать примером будущего? Много читаю, стараюсь быть положительным человеком. Более-менее хорошим. Иногда. Что значит быть хорошим, положительным человеком? Ну... В вашем понимании то, что вы стараетесь сделать. Быть не злым, быть добрым, помогать людям, не делать плохих вещей. А саморазвитие, вы сказали, самосознание? Побольше читать, побольше быть разносторонним, интересоваться различными сферами, оккультуриваться как-то. Вы бы хотели, чтобы ваши дети стали мудрецами или святыми? Ну, я считаю, что мои дети и так мудрецы. Осталось только читать святыми? Да. Наверное, и так. А что для этого нужно сделать? Ну, просто... Или как ваши дети стали мудрецами, как вы говорите? Как это получилось? Ну, они хорошо учились и хорошо работают, хорошо зарабатывают. А разве получены знания? То есть знающий человек и мудрец это одно и то же, вы считаете? Ну, практически да. Что отличает знающий человек от мудреца, на ваш взгляд? Ну, мудрец, наверное, это тот человек, который оставляет определенный след в своей жизни. То есть, как бы для будущих поколений. В чем это выражается? Ну, в каких-то... Мужчина все философы, поэтому я пытаюсь... Ну, по всей видимости, ну, в каких-то изречениях там или же... Ну, то есть, в своих поступках. Да, в своих поступках, да. В какой-то светлой жизни, в примере. Да, конечно, да. То есть, дети ваши уже такие, они оставляют... Ну, они стараются быть такими, да. Ну, это не сразу. Человек это зарабатывает все с годами. Прекрасно. Вы хотели бы, чтобы они стали мудрецами? Хотела бы. Что для этого нужно сделать, на ваш взгляд? Ну, самое первое, надо начинать с себя. Показывать примеры. Ну, мудрецами, наверное, нет. А святыми? Тоже, наверное, нет. Почему? Ну, мне кажется, как бы, если они будут просто умными, то это уже будет хорошо. Да? Не обязательно быть мудрецом. Помнят людей вокруг, и все несчастные. Ну, не все несчастные, кто умные. Разве? Да. Все стареют, болеют, умирают. Да, но если ты будешь мудрецом, ты все равно будешь болеть и умирать. Да, разница только в сознании. Да, ну, как бы, мудрецам живется сложнее. И из-за этого многие их не понимают. Им тяжелее приспособиться к ховчеству. А какими вы бы хотели видеть своих детей? Я не знаю, еще об этом не задумывалась. Скажите, а что нужно сделать для того, чтобы дети стали святыми или мудрецами? Ну, это сложный, конечно, вопрос. Сходу-то трудновато мне будет ответить. Но надо просто постараться, ну, обеспечить их какими-то возможностями, чтобы они не ходили... Какие квартиры, машины, работой? Ну, хотя бы работой. Хотя бы образованием, работой, чтобы они не ходили по улицам, вот. И не дышали там всякой ерундой. Вы хотели бы, чтобы ваши дети стали мудрецами или святыми? Ой, какой интересный вопрос. Послушайте, ну, в нашей жизни это возможно? Вообще, при нашей реальной жизни мы все люди и... Очень хочется у вас... Мудрецами возможно, но святыми это немножечко, может быть, неправильно поставлен вопрос. Мудрецами в определенном смысле да. Да, хотела бы, чтобы по жизни они приобретали, вырастая опыт по отношению к себе, к окружающим, к жизни. А что значит стать мудрецом? Я думаю, что в первую очередь это правильно относиться к жизни, понять смысл самого себя, найти себя в этой жизни, применить и быть полезным для окружающих, для близких и для окружающих. Удивительно, как вы все по полочкам расставили. А как этого достичь? Как этого достичь? Ну, просто надо жить, наверное, с открытым сердцем. Может быть, не всегда вот так совсем с открытым в полном смысле, да, как бы всегда доверять людям и так далее. Но, наверное, надо понимать, что ты хочешь, понимать, что люди такие же, как ты, со своими недостатками и достоинствами. Ну, мудрецами это понятие растяжимое. А вот давайте определимся тогда в понятиях. Мудрость это давно свыше, я так думаю. Все думают, мудрость, она как бы с годами приходит. Мудрым можно стать и в молодые годы. Это мудрость, когда человек правильно поступает в жизни, правильно рассуждает и правильная постановка вопросов. И, соответственно, оттуда все это исходит. Нельзя будет это понимание мудрости, потому что на старости лет тоже люди могут быть мудрыми, но у них другая мудрость. Есть мудрость старческая, есть мудрость как бы молодостями. Один от другого не отличается. Ну, в общем, я так думаю, что это понятие, глубинное понятие. Глубинное понятие. Борис Анатолий, вы бы хотели, чтобы у вас дети стали мудрецами или святыми? Ну, в наше время это очень сложно, конечно. Но умными, конечно, хотели бы, эрудированными. Я тоже, я поддерживаю. Поддерживаете, так хорошо. Вот умный и мудрец, это одно и то же? Нет. Мудрец – это умудренный опытом, но человек супер, супер, супер умный. Что нужно сделать для того, чтобы дети стали мудрецами? Воспитывать надо, воспитывать. А как? Закладывать, и чтобы эрудированные были, чтобы они ставили выше планку и никогда не говорили о том, что они гении. Этого нельзя делать, потому что люди очень часто говорят детям, что они гениальны, и они закомплексовывают их, понимаете? Поэтому у них нет и контакта среди окружающих, и среди своих сверстников. Нельзя такое говорить. Но и вместе с тем нельзя внушать им, что они вот плохие. Просто надо какой-то баланс держать. И воспитывать их. Нет. Возможно, нет. Почему, Артем? Я считаю это глупости. Что глупо, Семена? Стать мудрецом, это глупо для меня. А вы как считаете? Ну, я не считаю это глупо, но я не хотела бы, чтобы мои дети стали мудрецами. А что вас пугает? Ну, не знаю, мудрецы какие-то, необычные люди, они как-то от общества немножко отделяются. То есть нужно быть все, как один? Конечно, ну не как все, как один. Не, ну это, я не знаю, это прежде всего творческий человек, чересчур творческий человек, я бы даже так сказал. Мудрец. Да, мудрец, он постоянно что-то мудрит, можно так сказать, понимаете? Ну, поэтому я против мудрецов, чтобы не мудрить, жить просто и понятно. А как это? Жить просто, это как? Есть, спать? Есть, спать, работать, учиться. Это, я не знаю. То есть такое? Не, мне кажется, мудрецы нужны в нашей жизни, потому что они в какую-то смысловую нотку вносят в нашу жизнь. Они чему-то могут научить общество, что-то ему дать. Но я не хотела бы, чтобы мои дети были мудрецами. Понятно. Да. А вы готовы просто всю жизнь прожить, спать, есть, работать? Нет. Что-то в жизни надо, да. Какое-то хобби должно быть в женщине. Например. Я не знаю, рисовать картины, например. Писать музыку. Спорт? Да. Увеличение спорта.